Мир и благодать, возлюбленные! Как вы уже сами знаете, вы смотрите телеканал «Импакт» – программа «Влияние». Сегодня мы с вами в прямом эфире. Я пастор Виктор Музычук и моя возлюбленная жена, а также служитель Божий пастор Оля Музычук. Добрый день вам! Мир Божий вашим домам, вашим семьям! Мы так рады, что сегодня нам предоставилась такая возможность быть в прямом эфире. И мы верим, что это время будет благословением для вас, ну и также, конечно же, для нас. Поэтому хорошего вам просмотра, и пусть Господь вас обильно, обильно благословит. Это будет назиданием для вас, для ваших сердец и для вашего духа. Возлюбленные, я всегда убежден, и это практикую много-много лет в своей жизни. Каждый раз, когда я хочу, чтобы моя жизнь изменилась, мое сердце изменилось, я понимаю, что это вне моих сил, хотя я прилагаю усилия. Но что я имею в виду вне моих сил? Что все, что может произойти доброе, оно происходит с силою Святого Духа. И, конечно же, через молитву. Поэтому было бы хорошо, если бы мы вместе настроили сейчас свое сердце, свой разум и помолились. Мы помолимся, а вы присоединитесь к нашей молитве. Драгоценный Иисус, мы благодарны Тебе, что Ты умер за нас, Ты простил наши грехи, Ты воскрес, и Ты снова придешь. И Ты послал Святого Духа, чтобы Он учил и наставлял нас. И мы сегодня говорим, Святой Дух, да, Тебе, Твоему присутствию, да, Твоему руководству, да. И во время этой телепередачи мы просим драгоценный Святой Дух и наше сердце, и наш разум, и сердца каждого, кто сегодня смотрит нас в прямом эфире, изменяй, открывай, чтобы наши духовные глаза, наши духовные уши, они были открыты слышать то, что Ты будешь говорить к нам. Потому что сегодня мы здесь, чтобы Ты изменил нас и исполнил волю Свою в нашей жизни. Благодарный Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Может, мы раньше были на телевидении, но в последнее время мало были на телевидении, и Вы очень мало знаете о нас, о нашей жизни, о нашей семье, о нашем служении. Хотя Вы всегда можете выйти на наш веб-сайт Melchizedek Church, церковь Melchizedek или best.church, и всегда смотреть каждое воскресенье нас в прямом эфире. Но сегодня мы бы хотели немножко рассказать о себе, о нашей жизни, о нашем служении и о нашей семье. Как Вы уже знаете, это моя возлюбленная жена. Мы вместе служим, вместе отдаем свою семью на служение Богу. У нас прекрасных четверо детей. Сын, дочка, дочка, сын. И мы вместе в служении давно, мы, когда уехали еще на миссию, в Россию ездили с 1994 года. А с 2000 года мы вместе ведем служение в городе Сакраменто, церковь Melchizedek. Поэтому я хочу сказать, что хотя мы служим вместе, но призвание в служение мы получили самостоятельно, отдельно. Я отдельно, моя жена отдельно. Поэтому я бы хотел, возлюбленная, чтобы ты буквально, ну, несколько слов сказал о том, как ты получила призвание от Бога, как ты вошла в служение. Несколько минут о себе, хотя мы сегодня покажем видеоролики о твоих откровениях, но вначале, пожалуйста. Ну, во-первых, хочу сказать, что по великой-великой милости Господа, я благодарна Богу, что я выросла в христианской семье. И с детства, как бы, я слышала и знала о Боге, но этого не было достаточно для меня. И я чувствовала, что в моей жизни чего-то не хватало. И буквально, когда мы переехала, моя семья в Америку, в этих сложных ситуациях, потому что, когда мы приезжали одни из первых, все было очень, как бы, совсем по-другому, как сейчас. И сейчас, для меня, как подростка, это было сложное время, потому что остались друзья, все осталось там. И это был момент, который Бог использовал, по-настоящему открыть себя мне. И в этом одиночестве я, как бы, говорила, Господь, если ты живой, как-то вся моя жизнь окончилась там, что теперь дальше? И меня пригласили на служение, и на этом служении я реально пережила Бога. Это не просто было переживание на один момент, это было переживание, которое возродило, родило меня свыше. И Бог, Он просто вошел в мою судьбу, и вся моя жизнь изменилась. Я навсегда запомню этот день, это было 11 января 1099 год. То есть это было давно... 989 год. И Бог просто очень сильно изменил меня, пришла глубокая любовь к слову, к молитве, к постам. И это просто вот эта великая жажда. И с того дня я начала ревностно служить Богу. И я думала, что этого достаточно, но пришел день, буквально каких-то 2 года спустя, я вышла замуж за тебя. Я очень счастлива, что это произошло. И мы служили вместе. Я все время понимала, и так считаю до сих пор, что призвание каждой женщины – это помогать своему мужу. И я всегда была верна в этом. Я имею дерзовение это сказать перед тобой, перед людьми. То есть помогала и содействовала всем, чтобы твое служение, то, к чему тебя Бог призвал, нашу семью, ну как бы больше ты был как бы на виду. Но я содействовала в этом. И когда уже открылась церковь, я тоже как-то не могла найти, в чем же моя задача. Вот как жены пастыря. Я понимала, что люди от меня чего-то ожидают, а я не знаю, что же я должна делать, и что Бог ожидает от меня. И вот 12 лет назад, в мае будет 13-й год, когда Бог лично позвал меня в служение. Это был момент, который я тоже никогда не забуду. Он был очень ярким. Когда он проговорил ко мне, я физически слышала его голос. И он сказал, я зову тебя, и ты будешь матерью множества народов. И тогда я в этот момент подумала, какая мать, какое множество народов. И вообще, что это такое, ну как бы, ну я чувствовала, что это был голос Божий. То есть, как это объяснить, этот мир, неописуемый мир в сердце. То есть, это естественно не происходит, только сверхъестественно. Да, который давал свидетельство, что это Бог. Ум, конечно, бунтовал, он не понимал того, что говорил Бог. Но в сердце был неописуемый мир, что как бы это Бог. Вот как бы я уже знала до этого же долго голос Божий. И я говорила, Господь, какая мать, как я могу вообще, что я могу это делать. И этот момент был, когда Бог родил меня в служении. Он сказал, ты будешь проповедовать мое слово, потому что я зову тебя. Я говорю, Господь, в нашей национальности, в нашей нации славянской... Ну это в те времена особенно было, 12 лет назад еще не популярно. И я не знаю, в чем же будет мое служение. И Бог сказал, я вложу мой дух откровения внутрь тебя, и ты будешь говорить мои слова, которые будут пробуждать сердца людей. И я сказал, Господь, я как Мария просто говорю тебе, да, я даже не знаю, чему я говорю, да, но я знаю, что это твой голос. Я не знаю, в чем это будет проявляться. Я тогда вообще не понимала, в чем это будет выглядеть. Но я сказала Богу, да. И Бог изменил мою жизнь, и мы видим теперь, что множество, все множество еще не пришло, но у нас еще много есть. Но началось. У Авраама тоже, и у Сары не началось сразу множество, и при жизни они не видели, но не положили это основание. Но я верю в это слово, что оно было от Бога. Конечно. И в свое время, что день за днем это слово придет, и даже верю, что сегодня, что мы можем быть в прямом эфире, это также исполнение Божьего обетования для меня, потому что я бы никогда не могла бы этого достигнуть сама своими силами. Но сегодня Бог открывает эту возможность, и сегодня нас тоже слушают множество людей. Я верю, что они также чувствуют в своем сердце призвание. И при этом хочу сказать, что когда я сказала Богу, да, это не разрушило мою жизнь. Это не разрушило нашу семью, наши отношения с мужем. Это не ввело меня в какое-то неправильное состояние по отношению моего мужа или моих детей. Я осталась матерью, я осталась женой, но что-то добавилось, и это обогатило мою жизнь. Поэтому каждый раз, когда мы говорим Богу, да, то наша жизнь, она только улучшится. Да, стало много больше вызова в моей жизни, это тоже правда, но внутреннее удовлетворение, оно стало намного более глубоким. Поэтому я знаю, что такое сказать Богу, да, это благословение. Аминь. Спасибо, возлюбленное чудесное свидетельство. Мы сегодня хотим пойти в откровение, которое Бог давал тебе и уже исполнил слово. Но, прежде чем мы поговорим уже о откровениях, дело в том, что многие люди говорят, или сами себе говорят, или в своем сердце. А мне Бог ничего не говорит, меня Бог не призывает. Наверное, это для некоторых людей, только для избранных. И то я бы хотел обратить внимание на то, чтобы ты буквально еще очень коротко поделилась, при каких условиях приходят откровения. Потому что если мы, скажем, только занимаемся фаном, занимаемся поездками, или занимаемся развлечениями, или постоянно в отпуске, или постоянно ходим, где-то шаппинг производим, или спим, или только обедаем. Конечно, мне кажется, при таких условиях невозможно Богу призвать человека. То есть, в какой атмосфере, при каких условиях вот ты спаслась и получила свое призвание? То есть, вот я бы хотел сказать, ну, чтобы получить призвание, нужно с нашей стороны что-то тоже сделать, определенные усилия. Ну, усилие одно. Это желание, желание сказать Богу «да», желание перемен и поиск Бога. То есть, я не искала служения, я хочу подметить этот момент, я не искала позиции, я ее сейчас не ищу. Я не искала даже служения, я искала Бога. И вот это то, что я вижу, что когда человек родился свыше, он всегда будет иметь поиск по Богу. То есть, это не то, что ты ищешь Бога, чтобы его найти, потому что, то есть, когда ты еще не рожден свыше, ты ищешь Бога, чтобы его найти, встретиться с ним и пережить его. Но когда ты родился свыше, ты ищешь его, чтобы его познать. Ты не то, что ищешь его, потому что ты его потерял. Вот вчера нашел, сегодня ты его ищешь опять. Нет, ты ищешь, чтобы еще ближе с ним познакомиться, чтобы узнать его больше. Потому что человек, рожденный свыше, он всегда чувствует эту нужду, если он действительно родился свыше, что он хочет, что Боги есть намного больше. И вот эта жажда, она меня привела к этому. Потому что я, вот 13 лет назад, я не думала, я не ожидала, что я могу делать то служение, которое я делаю сегодня. Другими словами, у Бога всегда больше вера в нас, план его больше в нас, его мысли больше в нас. Другими словами, мы сами в себя не верим, но Бог верит в нас. Но переживши его любовь, я хотела ответить ему «да». Хотел еще раз подметить, это где было, при каких условиях, в какой атмосфере? Молитва, атмосфера молитвы, атмосфера молитвы, поиска Бога. И в этот момент мы еще поехали с тобой на конференцию, где пастырь Сизер с Колумбии, он проповедовал тему, очень простую тему, но она открылась для меня по-новому. Потому что мы всегда ее использовали, тему о Вартемии, или это слово Вартемии, только о физическом исцелении. Но в этот день он проповедовал, что слепота, она также может быть отсутствием видения в твоей жизни. Это как раз было то... Призвание. То есть ты можешь быть спасенным и оставаться духовно слепым человеком. И ты не знаешь, куда тебе дальше двигаться, что тебе делать. И это как раз была та позиция, в которой я находилась. То есть я была при деле, мы постоянно служили другим людям. В нашем доме постоянно были люди, которых мы молились. Это не то, что мы были бесплодные, но я внутри чувствовала, есть что-то большее, какое-то есть призвание для моей личной жизни, в семье, в обществе. И я не знала, что я должна делать, я не хотела что-то делать своими силами. И вот внутри меня была эта молитва, и когда он проповедовал, я вдруг поняла, это я. И я просто помню, что внутри меня говорю, Господь, я же как этот Вартимей, я не знаю, куда я иду. То есть я не знаю, что я должна достигнуть на этой земле, что я могу сказать, как апостол Павел. Веру сохранил, течение совершил, готовится мне венец. А мне какой венец будет готовиться? То есть я даже не знаю, ли я совершила то, для чего я призвала. Это молитвы, посты, то есть поэтому мы оказались на этой конференции, потому что мы искали, мы искали. И до этого мы были на многих разных других конференциях, но это был мой момент. И это не было, что мне человек или пророчество. На этой молитве, когда... Это было внутри откровение от Бога. Внутренний вопль, я сказал, Господь, это я, это я, есть человек, который любит тебя, я знаю тебя, но я не знаю мое призвание. Что я должна делать для тебя конкретно? Что ты имеешь для меня? Покажи мне, открой мои глаза. И в этот момент Бог показал мне множество людей в нашем городе. И я все время считала, что миссия спасения людей, это только вот на миссии, где мы с тобой были. Кострома, Россия, Украина. А что, кому мы будем спасать здесь? И Бог открыл мои глаза, и я увидела, что есть тысячи людей в нашем городе, в Сакраменто, которые не спасены, которые не знают Иисуса. И также в других городах. И в мое сердце пришло истинное сострадание от Святого Духа. И это помогло мне сказать Богу да. Потому что я увидела поле работы. Я увидела, кому я нужна здесь. Знаешь, потому что это очень важно. Когда человек не видит поле работы, ему кажется, кому это нужно? И вот эта комбинация сказать Богу да, и комбинация того, что ты видишь, кому ты можешь послужить. И я говорю, Господь, а что же мне делать? И Бог в видении показал мне, как в моих руках была корзина. Эта корзина была полна различных хлебов. Вот различных просто выпечки. Она была полная, этот запах этого хлеба я запомнила. И он говорит, ты будешь кормить моих дочерей этим хлебом. И я говорю, Господь, что это за хлеб? Он говорит, это хлеб жизни. Это откровение моего слова. И я говорю, Господь, а кто же меня будет слушать? Меня никто не знает. То есть куда я пойду, что я буду сама себя рекламировать? Он говорит, нет, ты просто начнешь кормить. И они узнают о том, что у тебя есть живой хлеб, несущий жизнь. И он показал мне некоторых людей, как знамения, которые просто были в моем окружении. Ну, они общались со мной просто как подруги. Я увидела их видение, что я их кормлю этим хлебом. Они его прям так не просто едят, а знаешь, они аппетитно его едят. И так и произошло. Кого Бог мне показал, это те люди, которые стали моими учениками, которые стали подниматься в служении. И это не произошло за один день. Но Бог, все, что Он говорит, все, что Он обещает, Он исполняет. Поэтому я верю, что время придет, и слово обетование, оно исполнится, что мы будем отцами и матерями множества народов, которых мы приведем к Иисусу Христу. Это моя мечта. Аминь, спасибо. Я верю, возлюбленная, то, что делилась моя возлюбленная жена Пастроля, что это весьма важно. Мы можем быть, ну, такими религиозными, называть себя верующими, христианами. Если наш дух не соединился с Богом, не возродился, нам не будет Бог интересен, нас не будет влечь к Нему, нас не будет влечь к молитве. Поэтому номер один каждому из нас необходимо рождение свыше. Независимо, мы родились в христианской, нехристианской семье, независимо, мы ходим в какую церковь, форму, это не вопрос церкви, это вопрос рождения свыше. И это Иисус ясно показал, когда говорил с Никодимом, что тебе просто нужно рождение свыше. То есть образование хорошо, атмосфера такая хорошая, христианская хорошо, но рождение свыше очень важно. И второе, всегда пребывать в молитве и в слове, потому что если мы не пребываем в молитве и в слове, наша жизнь не изменится. И я хочу сказать, что Бог одинаково зовет в служение и мужчин, и женщин. И очень часто в последнее время Бог зовет женщин. Почему? Потому что есть много неспасенных женщин. И женщина понимает женщину. И когда женщина служит женщине, это намного эффективнее и приносит много результата. Когда Бог обратился к Марии и позвал Марию в служение, она не бежала, не говорила, Господь, извини, пожалуйста, я спрошу, что думает об этом мой будущий муж Иосиф. Конечно, если бы Мария спросила у Иосифа, что он думает, он бы точно сказал, подожди, остынь, расслабься, какой ангел, какое откровение, какое служение. Но Мария, она была человеком, которая любила Бога больше, нежели себя, свою жизнь, свои планы, даже своего будущего мужа. Она возлюбила Бога намного сильно. Да, и когда мотив человека, почему он хочет быть в служении или говорит Богу «да», это любовь к Богу. Тогда это никогда не в оппозиции с другим. Видишь, вот кто нас знает, в семье наше служение, в церкви, они знают, что мы не противоречим друг другу, мы дополняем. Это принесло полноту, когда мы стали служить вместе. Я не занимаю твою позицию, я взяла ту часть, можно сказать, ту сферу церкви, которой никто все равно не занимался, потому что с женщинами всегда есть очень много работы. И это помогает, и поэтому все равно эта часть, она была свободная. И как бы ты просто этим принес устройство, и это облегчило твое служение, потому что теперь тебе есть время заниматься теми делами, которые приносят много плода. Возлюбленная, я знаю, что Бог тебе очень много дает откровений, своих слов или того хлеба, которым ты питаешь женщин. И я знаю, что в последнее время не только даже женщины, я слышал много мужчин, которые, ну, восхищаются теми откровениями, которые Бог дает тебе. И откровения, на самом деле, они не имеют значения через мужчину или через женщину, они просто откровения. И, возлюбленная, мы хотим показать сейчас один из роликов служения пастор Оле. Это самое обычное служение, которое мы проводим, проводит пастор Оле. Кстати, по поводу того, что Бог тебе начал давать откровения и служения, я как бы забегая наперед скажу, что я еще в нашей церкви не провел ни одной мужской конференции. А ты уже сколько провела? Шесть или семь конференций. Восьмая. Это восьмая конференция вот будет в этом году, в марте. Поэтому твои откровения, что они как мотор тебя толкают вперед, вперед, вперед. И женщины, я думаю, мне вообще тебя уже не догнать. Потому что... Ну, Паш, ты так не говори. Ну, я говорю в количестве конференций. Потому что Бог дает тебе. Конференция – это всего-навсего возможность. Ведь женщины очень заняты. Они матеря, они жены. Поэтому конференции – это возможность их праздника. Возможность для них, можно сказать, как бы, как говорят американцы, recharge, то есть обновиться. Перезарядки. Да, перезарядки и позитивно. Хорошие перезарядки. Поэтому просто я увидела это как метод, что это помогает. Женщине ты не можешь каждую неделю слишком им вот такой заряд давать. Но раз в год – это хорошо. Это такая хорошая таблеточка мотивацией. Аминь. Поэтому, дорогие мужчины, когда вы отпускаете своих женщин на конференции, спасибо. Вы же даете им возможность перезарядки духовной. Итак, возлюбленная, сейчас мы хотим показать первый видеоролик откровений Божьих, который Бог несет через служение моей жены. И я верю, что это принесет огромное сейчас нам слово мотивации, вдохновения. Это одно из ее откровений. Пожалуйста. Что я заметила, что каждая женщина, она не может жить без любви. Каждая девушка, она не может жить без любви. И Бог это хорошо осознавал. Почему? Потому что Он сотворил нас такими. Он сотворил нас такими, быть устроенными такими, как мы есть. И мне что очень нравится, что когда Бог сотворил женщину, Он привел ее к Адаму. И первое, что она услышала, это не то, что Он ей сказал, вот это еще сделать так, потому что мне это не нравится. Первое, что она услышала, ты кость от кости моей и плоть от плоти моей. И ты будешь мне женой. Поэтому, драгоценное, без любви мы не можем прожить на этой земле. Я считаю, что каждый из нас, когда мы желаем, чтобы нас больше любили, чтобы нас больше ценили, это нормальная, естественная потребность, которая есть в нас. Но на самом деле, Бог желает, чтобы мы в этом не нуждались, а чтобы у нас было больше, чем достаточно. Но на самом деле, чтобы женщина открылась, чтобы девушка, она могла иметь хорошую, счастливую семью, ей необходимо иметь правильную самооценку. Хорошая самооценка, это когда женщина имеет хорошее, здоровое отношение сама с собой. Мы, как девушки, как матеря, как женщины, знаете, на что мы ориентируемся? Главное, иметь хорошее отношение с моим мужем, чтобы он был счастливый. Главное, чтобы моя подружка на меня не обижалась. Главное, чтобы... У меня в церкви никто на меня не обижался. Но вы заметили, как мало мы думаем о том и проверяем то, что у нас иногда плохие отношения с самим собой. А это и есть главная, корневая проблема. Потому что, если у тебя нет здоровых отношений сама с собой, ты постоянно будешь вот этого недостатка требовать от других людей. Ты постоянно будешь этого ожидать, потому что у тебя нет здоровых отношений. И я никак не могла вырваться с этого состояния, пока Бог не преобразил мой разум Его Словом. Я перестала стесняться, я перестала себя комплексовать. Я признала, что у меня есть ситуация, над которой мне нужно работать. Но я сегодня чувствую себя намного больше уверенной. Я хочу танцевать в церкви. Мне все равно, кто как на меня смотрит и как я выгляжу. Я пришла в большее присутствие прославлять Его. Почему? Потому что я стала свободной женщиной. я получила откровение о том, что мне не нужно стесняться. Мне не нужно себя постоянно ставить в рамки. Мне не нужно себя унижать, потому что что-то в моей жизни не так. Потому что любовь ко мне Божья или людей не зависит от того, как они обо мне думают. Моей, моим стержнем внутри есть любовь Божья. А я знаю, что Он любит меня такой, какая я есть. Бог Отец. Он в присутствии всего народа, который там был собран. Когда Иисус принимал водное крещение, драгоценный до этого Он не сделал ни одного чуда. Он не исцелил ни одного больного. Он не сказал ни одной проповеди. Все, что Он сделал, Он сделал первый шаг послушания к тому, что хотел от Него Отец. Но заметьте, что сделал Отец. Он вселюдно сказал, это Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. Другими словами, Ты мой Сын возлюбленный, и я очень высоко ценю Тебя. Заметьте, Он не сказал эти слова, когда Он был на кресте. Он не сказал эти слова на пике Его служения, когда была масса спасенных, масса измененных суд. Он сказал это в начале Его служения. И это показатель для каждого из нас, чтобы мы имели это откровение. Бог любит Тебя, не за Твои добрые дела. Бог любит Тебя, не за красивые слова, которые Ты Ему говоришь. Бог любит Тебя только потому, что Он сотворил Тебя. И Ты Его творение, Ты венец Его творения. Ты та, за которую Он отдал Своего Сына. Вау! Это просто чудесное откровение, которое Ты проповедовал на последней конференции в 2014 году. Я верю, что вот то, что Ты начала говорить, оно действительно захватывает сердце, захватывает разум, меняет нас, что наши перемены, они начинаются у Бога. Я вспомнил место Писания в притчах 25 глава 11 стихи. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично. Вот эти золотые яблоки, это золотые откровения. А когда мы еще их передаем правильно, вот эти откровения настоящие, человеку приятно, красиво. И я просто захвачен этим словом, что ты говорила, что жизнь каждого, она меняется из-за принятия Божьей любви, что Бог, Он просто принимает нас, Он любит нас, Он внутри формирует нас, и Он говорит, ты любимая, ты возлюбленный. И вот эти слова принятия, мне кажется, они как раз и строят наши личности, нашу семью, наше служение, наше призвание. И я очень, ну, как бы верю, что без этих откровений наше христианство, оно не есть христианство. Без, вот, без этой любви, без этих слов, которые Бог говорит в нашу жизнь, ну, мы как бы вид христианский можем иметь, научиться там, вести себя красиво, одеться красиво, но внутри вот этой сути не будет вот этого... Правильного основания. Да, вот этой ценности золота внутри нас не будет. Мы можем блестеть, но золотом не являться. А вот эта любовь Божья, она строит внутри нас, она формирует нас, она притягивает нас, она дает нам надежду, что мы его дети, его сыновья и дочери. Я верю вообще, что откровение Божьей любви это основа христианства. То есть это не значит, что вот Бог меня любит, я могу делать что угодно. Нет, это, ну, это искаженное откровение Божьей любви. Но когда женщины, вот, к примеру, мне женщины многие задают вопросы, девушки молодые, вот как тебе удается делать все, что ты делаешь? То есть это как бы, ну, добавилось же что-то к моей жизни. Это же не значит, что теперь я не мама, я не жена, как бы я только занимаюсь служением. Нет, это еще как бы прибавилось к моей жизни, потому что мной мотивирует любовь. Любовь к Богу и любовь к людям. Но что стало основанием? То есть, что я знаю, что некоторым людям я могу нравиться, некоторым не нравится, некоторым может нравиться, как я говорю, некоторым не нравится. И поначалу, когда я вошла в служение, это очень меня смущало, потому что, естественно, такого не бывает, чтобы все тебя любили. Хочется, чтобы все тебя возлюбили. Нет, ну не то, что тебе этого хочется, просто как бы тебя немножко это напрягает, когда тебя кто-то не принимает или как бы упрекает или еще что-нибудь. Но вот именно Божья любовь, она помогла мне принять себя такой, как я есть. Просто это взят фрагмент из проповеди, но в самой проповеди я открывала полноту этого откровения, что я имела в виду. И это дало мне вот уверенность, что всегда будут те люди, которые могут тебя не принимать. Но я-то не здесь, потому что... То есть в жизни мы не избавимся от этих людей, кто будет нас изменять, унижать, критиковать и всегда говорить, что у нас еще не так. Да, и это нормально, потому что... Ну не то, что нормально, это реально, правда? Да, это реальность жизни. И у меня точно так же есть же люди, которых, может быть, я больше принимаю. Кто-то для меня как бы... Меньше я их могу понимать. Это естественный процесс. Но что должно... И поэтому я понимаю многих женщин. Они говорят, как я могу сказать Богу да? Ведь мой муж это не поймет. Мои сестры этого не поймут. Моя церковь этого не поймет. Потому что нашим основанием для служения не стала Божья любовь. Вот что самое главное. То есть у нас, получается, стержня того нету главного, главного мотива. Мы ждем мотивации или approval. То есть мы ждем, чтобы нас кто-то одобрил. А идти за Христом такого не бывает, что тебя все одобрят. Ты должен выбрать. То есть даже когда человек принимает Христа, разве все ему говорят «Ау, какой ты молодец! Ты выбрал служить Богу!» Особенно неверующие друзья, да? То есть люди в церкви, которые понимают, что он принял правильное решение, потому что они уже на другой стороне истины, правды, благословения, они говорят «Вау, ты молодец! Ты принял правильное решение!» А люди, которые не с Богом, для них это абсурд. Это «Ты куда? Ты что? В секту пошел? Ты… Что с тобой случилось? Ты был нормальным, стал ненормальным?» Но это происходит не только с покаянием. Даже когда люди входят в служение, происходит то же самое. Это не значит, что многие тебя поймут. Но только теперь со стороны верующих, которые не в служении. Да. Потому что не все могут знать твои мотивы, они все могут знать твой стержень, почему ты это делаешь. Я знаю, есть люди, которые мне говорили прямо, вот что ты, женщина не может быть пастырем, но когда они узнают, какое пастырское служение я несу, в чем оно выражается, тогда они говорят, «Вау, ты первая женщина, которую я принимаю, и твое служение». Но когда они слышат, титул, а титул – это всего-навсего, как бы позиция, ну определенная позиция, чтобы люди знали твой титул, чем ты занимаешься. Ну это, ну никто, все люди могут по-разному исполнять эту позицию. И моя позиция, она основана на любви, что я в служении не потому, что я искала работу, я в служении не потому, что я искала признания в обществе, я в служении, потому что я люблю моего Господа, и я люблю женщин. Я знаю, что мне очень не хватало этого. Когда я покаялась, я хотела знать Иисуса, я хотела быть лучшей женой, я хотела быть лучшей мамой, я хотела служить Богу, я хотела, чтобы меня, какая-то женщина, она научила меня, как это делать. Но этого не было в моей жизни, я очень страдала от этого. И когда Бог позвал меня, я знаю нужду женщин, что многие женщины, они хотят поговорить с другой женщиной, они хотят, чтобы она подсказала им, чтобы она сказала, что делать, чтобы моя семья состоялась, что делать, чтобы мне поднять детей в этом обществе, что мне делать, чтобы у меня была гармония с моим мужем, Вот в чем заключается наше служение. И когда мы видим именно так, и стержень женщины, или стержень любого человека, он основан на любви и откровении Божьей любви, тогда во всякие времена ты не будешь шататься, потому что Иисуса тоже не все принимали. И Он был не просто несовершен, Он был совершен, но все равно были люди, которые Его не принимали. Но что давало Ему уверенность? Давал Ему уверенность Небесный Отец, который любил Его. И вот именно вот этот момент, который я открывала. То есть, что Он любимый прежде всего. Потому что, мне кажется, невозможно дарить любовь, потому что на самом деле любовь – это жертва, любовь – это отдача. Как ты можешь дарить то и давать то, чего у тебя нет? Поэтому, чтобы быть человеком любви, любить других людей, любить даже себя, любить свой дом, любить свою церковь, любить своих пасторов, любить служение, вначале нужно пережить эту любовь. Понять, что ты сам по себе любимый. Мне кажется, вот эту мысль ты как раз и открывала в проповеди, что прежде чем Иисус мог служить, мог любить, мог отдавать, мог даже терпеть, можно так сказать, тех, которые Его не любили, Он знал и был уверен, что Его любит Отец, что Он любимый. Да, потому что многие люди, вот я столкнулась, и это то, чем я была раба много лет, что я считала, что любовь нужно зарабатывать. Это не то, что я вот именно в разуме так была, но в моем подсознании. Мне казалось, если я не буду каждый день готовить обеды моему мужу, за что меня любить? То есть я все время понимал, что любовь связана с действиями. За что-то? Да. Да, любовь – это действие, это решение, это отдача. Но это уже сама любовь, но не основание любви. И вот это держало меня в рабе. Я считала так, если я ничего не делаю, значит, я не люблю. Если я это не сделала, значит, я не люблю. И меня не будут любить. И меня не будут любить. А с Богом не так. И однажды, когда я читала Библию, вдруг это просто ожило. И я просто это разбила все мое понимание жизни, как я жила. Потому что я считала, что мне не за что любить, если я ничего не буду делать. Я не понимала, как это может быть. То есть я не могу быть любимой, если я ничего не делаю? Если я не выгляжу вот так, значит, меня муж не будет любить. Если я не сделаю вот это, значит, я вижу, что есть очень много женщин, очень много девушек, которые, они все, у них основано на делах плоти, то есть на законе. Заслужить любовь, заслужить Божью любовь. А это неправильно. Заслужить любовь мужа или детей, заслужить. А на самом деле основание любви, оно приходит от Бога, как Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир. Вопрос, а за что Он нас возлюбил? Не за что? Потому что мы просто Его образ, мы Его отражение, мы Его подобие, мы просто те, которые, как бы, Его продолжение здесь на земле. И, можно сказать, в супер-супер миниатюре продолжение, но внутри нас есть вот эта, скажем, частица Божества, вечности, вот того, что, и как бы, как мы можем, оторвавшись от Бога, состояться? Это невозможно. Мне кажется, только оставаясь в Боге, мы можем быть настоящей личностью, вот быть тем мужчиной, той женщиной, которую Бог вначале задумал, Бог продумал. А вот, мне кажется, частица Божества, это и есть любовь Его внутри нас. Ведь Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Он любил нас тогда, когда даже мы Его не искали. И я вот наблюдаю за многими служителями, которые даже уже умерли в вере, они были как бы отцы для нас, да, и старшего поколения. Каждый из них, который произвел великое, можно сказать, влияние, Божественное влияние, не свое человеческое, не своим характером, или своей какой-то добротой, но Божественное влияние на людей, это те люди, которые имели, это было как стержень их служения. Они знали, что Бог их любит не за того, что они много людей спасли. Бог их любит не за того, что Бог использовал их кого-то исцелить. Бог любит их не за то, что они хорошо проповедуют. Они знали, Бог их любит просто такими, какие они есть. И это стало основой, их дерзновением, почему они многие победы достигали. И я верю, что точно так же для каждой женщины, ну, как бы, потому что я всегда отражаю больше, как бы, понимание и жизнь женщины, очень важно это, что когда женщина, она не познала Божью любовь, она вот этот недостаток внутри своей жизни будет постоянно чувствовать. И она будет чувствовать, ну, может, меня не любят, может, меня муж не любит, а вдруг он меня оставит, а вдруг это, а вдруг все, потому что у нее нет основы. Но когда она получает Божью любовь, она становится лучшей женой, потому что она уже не требует от мужа любовь, она удовлетворена. Ну, хотя, хотя, любовь человеческая, семейная, она должна быть на своем месте. Ну, ты желаешь, но не так, что тебе всегда мало. Как бы, это не является твоим основанием. А что тогда говорить о женщинах, которых муж, например, умер? Или нету мужа, да. Или вообще нету мужа, что они тогда? Не любят или не собираются любить, да? Ну, они что тогда, не полноценны? Нет. Это неправда. Вот поэтому, как многие откровения я получаю в свою жизнь, когда я вижу, сталкиваясь с какими-то ситуациями в служении женщинами, вдруг я начинаю видеть другой образ жизни. И я понимаю, подожди, какое же я несу Евангелие Божие в семью, которая разбита, в женщину, которую бросили. И я смотрю, она выглядит, может быть, даже в 10 раз лучше меня. А ее муж оставил, променял, ну, можно сказать, на мир или еще что-нибудь. То есть тогда, получается, было за что ее любить, а он все равно ее оставил. Как ей тогда жить? Как ей исцелиться? И я увидела, что Слово Божие, оно полнота, оно несет откровение для любого человека, для любого статуса, для любой ситуации. И когда женщина, она получает вот эту Божью любовь, и она всегда ей питается, тогда она лучшая мама, она меньше ждет от своих детей. То есть она способна отдавать. Она способна отдавать. А Бог нас призвал, как женщин, отдавать. Отдавать в детей. А они же как? Они принимают, принимают, потом только будут отдавать. И когда женщина не имеет стержня Божьей любви, она устает. Она эмоционально устает. Она чувствует, все от меня что-то хотят, а где мне это брать? Тогда она думает, значит, муж мне должен это давать. Но на самом деле, муж, если он тебе дает, он дополняет. И поэтому твоя чаша, она переливается. Но источником любви должен быть не муж. Прости меня, дорогой. Ну да, сто процентов поддерживаю тебя. А Иисус. Иисус Христос, конечно. И тогда любые твои слова... Ну, ты даже помнишь же, это в нашей жизни тоже было, когда я, Витечка, ты меня любишь, а ты точно меня любишь. И ты говорила эти слова любви, а они, кажется, как бездонные, чашу падают. И, кажется, там нету дна. Но когда Божья любовь, она пришла в мою жизнь, это не значит, что я теперь не нуждаюсь в словах любви. Я также в них нуждаюсь. Но я чувствую внутри счастье. Я чувствую внутри, что не из-за того, что ты меня любишь, я теперь счастливая. Я чувствую, что даже если бы ты меня перестал любить, но не дай Бог, чтобы это случилось, но я все равно буду любима хотя бы одной личностью, это Иисусом Христом. И это приносит мне счастье. Возлюбленные, как видите, что когда пришло рождение свыше, когда пришло призвание от Господа, пришел дух откровения, много-много откровений. И, как видите, это переполняет, переполняет. Хотя мы приготовили несколько видеороликов, но по времени мы не сможем все пропустить. Но, даст Бог, мы снова и снова с вами будем встречаться в эфире, вести передачи. Мы покажем много чудесных видеороликов. Или вы всегда сможете нас смотреть на нашем веб-сайте Melchizedek Church. Всегда заходите или наше служение смотреть. Но я бы хотел еще, возлюбленная, переключиться. Мы уже не будем говорить о других твоих откровениях, которые мы приготовили. И переключиться на видеоролик женской конференции Recap. Потому что у тебя впереди буквально через короткое время... Ровно месяц сегодня. Ровно месяц будет чудесная женская конференция. И мы хотим сейчас подготовить, показать видеоролик Recap женской конференции. То есть это последний год, что происходило. Ну вот просто, я честно скажу, я попадаю и начинаю понимать, что у женщин от Бога есть вкусное все. От Бога, когда они от Бога. И на дизайн, и на слово, и на отношения. Но вот главное, чтобы этот стержень божественной любви всегда-всегда оставался у них. И когда они делают это во имя Божье, и ради достижения женщин, просто происходят чудеса. И я вдохновляю всех мужчин не просто отпустить, благословить, спланировать время, чтобы каждая женщина, если, конечно, это возможно, она попала на эту женскую конференцию в церковь Мелхиседеки. Хотя там не только церковь Мелхиседеки, мы просто предоставляем эту платформу. И вы просто увидите огромное благословение в своих семьях, в своих судьбах. Поэтому, пожалуйста, видеоролик Recap женской конференции. Субтитры создавал DimaTorzok Мы должны научиться каждому молиться. Мы должны научиться ходатайствовать за нашу семью. Мы должны научиться прорываться за нашу семью. Мы должны научиться лить слезы за нашу семью. Это не слезы разочарования, но слезы ходатайствовать и пролом, чтобы в нашу семью пришла жизнь. Продолжение следует... И когда я приезжаю к вам, я получаю большое благословение. Это честно, это от всего сердца. Я с удовольствием к вам приезжаю. Я с удовольствием приезжаю к конференцию. Я вижу, как вы прекрасно готовитесь, как это все, знаете, сделано с любовью, с заботой. Я лично пережила действительно все, что проповедовала, что я уникальная, я любимая Господа. До того, как наши глаза едут в небо, мы выбрали отдать ему свою любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Возлюбленные, как вы увидели этот рекеп женской конференции, это говорит о том, что женская конференция, она рассчитана на все возрасты. И я смотрю, Возлюбленные, вы достигаете из старшего поколения, среднего возраста, молодежь и детей у вас как бы, ну программа, они рассчитаны только на одно поколение. У вас как, Библия говорит, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Вы достигаете бабушек, вы достигаете мам, вы достигаете детей и внуков. Вот просто уникальное женское служение, рассчитано на все возрасты. Поделись немножко об этой идее конференции. Да, моя цель видеть, ну как я сказала, любить Бога, а Бог любит всех. Поэтому служение не рассчитано на просто только вот я и мои подружки, и на этом все, то есть женщины моего возраста. Чтобы просто нам было хорошо, был плод, был результат. Да, чтобы, во-первых, как бы церковь, и мы видели вот единство между разными возрастами. И поэтому вот уже несколько лет мы стали делать все с переводом для девочек, когда у них отдельно семинары, там все происходит на английском, потому что это удобнее для них. Для молодежи, да? Подбираются те темы, все соответственно возраста, чтобы каждый, ну как бы каждый, кто приходит на эту конференцию, он получил что-то для себя. То есть и каждый год у нас есть как бы направление, откровение, которым мы делимся, и каждый возраст получается. Можно сказать, это праздник, это праздник для всех женщин. Я убедился, смотря реке, праздник на всех уровнях, и духовный, и физический, да. И в этом году я тоже очень-очень счастлива, что именно у нас будет именно такая тема, вся тема посвящена тому, ты была рождена для этого. Для чего? Что ты рождена из любви, для любви, и чтобы любить. И мы как бы будем говорить вот в таком направлении, о том, что Божья любовь, она исцеляет, даже не столько ориентироваться, говорить слово откровение, а принести атмосферу, где бы Бог мог явить свою любовь каждой женщине, каждой девушке. И я вижу, что каждая конференция по Божьей милости, вся слава только Богу, что люди рождаются, вот просто для новой жизни, вот буквально разного возраста, где они могут найти себя, возродиться, они меняются в своей жизни. То есть это не просто люди пришли, побыли, покушали, послушали программу и ушли. Это атмосфера перемен, Божьего присутствия. Мы готовимся духовно к этому также, очень серьезно. Постоянно цепочный пост длительный, потому что мы не то, что вкладываем в себя только программу, дизайн, это все номер два, хотя это все очень красиво, но мы знаем, что меняет жизнь. Это не дизайн, это даже не красивая одежда, меняет жизнь Иисус Христос, Его присутствие. И в этом году у нас будут замечательные гости. Я верю, что прям сам Бог такую прекрасную команду вот для этой конференции собрал. И с каждым годом как бы это расширяется, и дополняется вот такой хороший, можно сказать, конгрегент женщин, которые имеют очень правильное отношение к своим мужьям, к своим семьям, в своих церквях они приняты. И когда они приезжают, то есть они влияют очень позитивно, позитивно, и приносят вот такой позитив. То есть будет тема конференции о любви дальше, о том, что... О любви Божьей, о том, что мы призваны... Рождены из любви мы, да. Рождены мы из любви Божьей, то есть духовно мы родились из любви. И Бог нас родил для любви. Для любви. Бог создал женщину для любви. Он не создал ее, чтобы она была рабой, чтобы над ней издевались, чтобы она была... абьюст, как бы сказать, чтобы... Ну, как бы она была... Унижена, раздавлена. Что она была рождена для любви. Бог привел ее к Адаму, чтобы Адам ее любил. И это откровение очень важно. И также, чтобы мы любили. То есть женщину... Любили других людей. Просто нужно любить. Я уже получил откровение, что если ты не любишь женщину, все будет плохо. Если любишь, все будет хорошо. Нет, почему все будет плохо? Просто она не будет для тебя в такую радость и благословение. Поэтому мудрый мужчина, он знает, что нужно сделать женщиной. Не воспитывать ее, а просто ее любить. Просто любить и отпустить на женскую конференцию. Благословить. Послать. Кстати, посылаю тебя на женскую конференцию в марте. Какие числа? 12-го числа по 14-е. И, кстати, в этом году первый раз, это было всегда моим видением и желанием, но мы шли к этому. В этом году у нас конференция будет 3 дня. У нас всегда было только полтора дня, но в этом году у нас будет 3 дня. То есть 12-го по 14-е марта? Да. Так быстро? Четверг вечер, пятница целый день и суббота целый день. Но пятница будут семинары на различные темы, и они могут приехать просто на какой-то из семинаров, который их интересует, и потом на вечернее служение. Поэтому я верю, что это будет большим, огромным благословением. Если ты позволишь, я буквально хочу поделиться некоторыми спикерами, которые у нас будут. Да, у нас еще есть, да, 7 минут, пожалуйста. Да, и одна из спикеров этой конференции будет женщина, которая несет служение, официальное служение в своей церкви, американской большой влиятельной церкви, она несет пророческое служение. Мы имели ее в гостях в нашей церкви буквально несколько месяцев назад, и мы могли познакомиться и увидеть, то есть как она служит, и это просто было удивительно, ты помнишь. То есть насколько вот и молодежь, и подростки, и дети, они просто настолько были открыты к тому, что Бог делает через нее. То есть она и словом откровения, проповеди, и пророческим словом много служила. И ее свидетельство, как Бог нашел ее в мире, в каких она бедах, ну как бы в отношениях, в которых она жила, как муж ее убил, издевался над ней, как Бог в этот момент спас ее, как Бог ее поднял. И сегодня вот именно, что ее отличает, что она несет вот этот правильный дух. В ее сердце нет. Мужчины, они плохие, потому что они надо мной издевались. То есть прошла она через огромную боль, отверженность. Она, я помню, рассказывала, что муж ее убил, стенку головой пробивал ей, а Бог ее сохранял. То есть она действительно прошла через боль, и Бог исцелил ее сердце, как любить все равно мужчин, дом, семью. Да, и все ее дети служат Богу, уважают отца, ну потому что он как бы оставил их, бросил. И вообще ее судьба просто потрясающая. Она будет служить на этой конференции. Да, и пророческий дар, который действует в этой женщине, это просто удивительно. То есть ничего не зная, вот как я с ней даже познакомилась, то есть как Бог ее использовал. Но она очень как бы так разговаривает, как будто бы она с тобой разговаривает. Но Бог через нее открывает такие вещи. Я верю, что это, ну вот, один из моментов. Не главное вот пророчество, а главное вот то, что ее контакт с Богом. Что есть человек, который имеет живые, глубокие отношения с Богом, такие реальные, настоящие. Да, не просто вот красиво только говорит. И дух жизни, и мудрость, которую Бог вкладывает в ее сердце. Это один из... Также для молодых девушек у нас будет... Молодая девушка, я буквально в прошлом году была в Филиппинах несколько недель на обучении, то есть по видению, потому что мы делаем спасение людей. И то, что я увидела там, сейчас вот вообще Филиппины переживают огромнейшее, просто пробуждение драгоценное. Это колледжи, школы, в которых тысячи студентов, которые христиане. И просто во время... Приняли Иисуса Христа, принимают Иисуса. Я считаю, что сейчас вот именно эта страна переживает глубокое возрождение. То есть такая бедность вокруг. Но то, что Бог делает, и она одна из тех, которых Бог молодая девушка, ей 20, кажется, 20 или 21 год, но она уже... Она просто рождена в этом пробуждении. Она с детства верующая, дочка пастыря, и она несет вот это служение среди молодежи. И вот этот огонь, с ней пообщавшись, я увидела, насколько она любит Бога, насколько она преданная, насколько вот ее желание любить свою страну, любить свой город и любить людей вокруг. И как они вот эффективно спасают людей. Я верю, что это тоже очень сильно будет таким огнем для девушек молодых. Показатель цель. То есть для молодежи, да. Она также будет служить. Она не бегает, ищет парней, только развлечения. Она посвятила свою жизнь служению Богу. То есть она не отдала себя миру, как бы верующей, но живу в мире. Да. И там, и там успеть. Она любит Бога. Хорошие примеры вдохновения. Очень хорошие примеры, плюс очень развитая, позитивная девчонка, но при этом она очень любит Бога. И вот она реально сможет поделиться вот этим не только опытом, свидетельством, как они спасают людей. И я знаю, что это принесет импакт вот на всех людей, которые там будут. И также у нас будет еще много различных служителей, семинары, которые будут вести, пасторов, которые приедут на эту конференцию. И также у нас будет Людмила Батрончук. Она была здесь на импакте. Я знаю, что очень многим она вот так же понравилась. Она как бы в сфере здоровья. И у нас так же... То есть мы рассчитываем не только на дух, а на дух, душу и тело. То есть вы будете говорить и для взрослых, и для молодежи, и о здоровье чудесно. Но у меня еще вопрос, хотя у нас буквально осталось две с половиной минуты. Ну, а ты будешь тоже служить? Ну, конечно же. Конечно же. Для меня это всегда привилегия. И я очень рада. Конечно, у меня будет очень много тем. Я буду проповедовать одну из главных тем на конференции. Также буду вести семинар в отношениях с мужем, семинар о воспитании детей и также ток-шоу, который будет развивать именно женщину. Ну, как бы моменты, что мы можем улучшить в своей семье. Поэтому я без работы никогда не остаюсь. И для меня это огромная честь и привилегия, что мы можем служить для других женщин. Аминь. Поэтому, дорогие братья, мужчины и дорогие сестры, я верю, что эта конференция происходит только один раз в год. И пропустить ее, это просто равносильно навредить самому себе, своей семье, своему дому. потому что все женщины, которые практически были, они стараются уже в следующий раз не пропускать, а на год планируют вперед, чтобы снова быть на этой встрече. Пастор, у меня такое быстрое свидетельство. Парень, парень, который у нас сидит на пульту, он получается неимоверно попадал на конференцию, потому что он как бы там. И он мне говорит, я когда буду скоро жениться, я обязательно всегда буду проплачивать, чтобы моя жена была на такой конференции. Для меня это был как комплимент, потому что он видит все, что происходит. Он слышит, что у нас никогда нет, что мы говорим что-то против мужчин. Мы несем только благословение и правильный настрой слова Божьего. Поэтому я ожидаю всех вас, драгоценной девушки, женщины, ваших детей на этой женской конференции 12 по 14 марта. И вы сможете зарегистрироваться на веб-сайде нашей церкви или по телефону, который вы сможете увидеть на рекламе. Это на mcg12.org И там выйдет страничка. Или просто церковь Мелкий Сидиаграм. И там выйдет страничка, где вы сможете зарегистрироваться, либо позвонив нам в церковь. Ну, мне кажется, также у вас будет возможность, когда человек не зарегистрировался, приехал, он тоже же может зарегистрироваться. Да, но конференция как бы у нас платная. Почему платная? Потому что мы делаем не только своими силами. Мы приглашаем спикеров, а билеты нам бесплатные. А за все отвечает серебро. Никто не дает. Я верю, я верю, что серебра у всех у нас достаточно на дело Божье. Мы где-то можем что-то сэкономить, но на духовном мы не можем экономить. Ну, что ж, возлюбленные, спасибо огромное, что вы слушали нас, а мы могли служить вам. Я был пастор Виктор Музычук и моя возлюбленная пастор Оля Музычук. До встречи снова в эфире. Много-много-много вам благословений от Бога. Будьте счастливы и благословенны. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»